Всем привет, друзья! С вами я, Эдскрайбер. А всех вас я пощаю играть в игру под названием Подпишись, не глядя. Давно не разбирали мы линейки на этом канале. Это же фишка этого канала. И разберем сегодня линейку компании Samsung. Компания Samsung, южнокорейская компания, многим известна, производит кучу всякой техники, в том числе и телефоны. А нас интересуют в данном случае телефоны. И вышло их очень-очень много. И, друзья, просто можно запутаться во всем этом разнообразии. Какой телефон? А30, А8М, какие-то G, S и так далее. Очень много различных телефонов. И мы сегодня, друзья, с вами разберемся. То есть распишем все по линейкам. Начинаем мы с первой линейки. Она называется J. Я решил сюда добавить даже древние телефоны. Допустим, J1, J3, J5, J7 2016 года. В принципе, люди еще ими пользуются. Также есть телефоны и другие. J5, J7 2017 года. Там были другие J-ки. Но, в общем, просто места нет, друзья, все расписывать. И актуальные телефоны на этот год это J4+, J6, J6+, и J8. Вы видите также приблизительные цены, взятые с официального сайта. И понимаете, что бюджетная линейка у компании Samsung ну прям вообще не очень бюджетная. А вы можете обратить внимание, как выглядят некоторые телефоны. Допустим, J4, J8 выглядит вот таким вот образом. Бюджетная линейка у них одинаковая. То есть дизайн не сильно отличается один от другого. Да, и давайте обратим внимание на один из телефонов. Допустим, J6+. Мне кажется, здесь неинтересные параметры, но есть определенные компромиссы. Пробежимся по ним. Экран здесь 6 дюймов. HD плюс разрешение 474 ppi. То есть экранчик здесь, ну, такое вот прям не очень большое разрешение. И это, конечно, не совсем приятно. Далее, еще интереснее, здесь 425 Snapdragon. В принципе, все понятно. Это бюджетная линейка, как и в компании Xiaomi. Такая же история встречается, и все окей. Версию мы рассмотрим на 3.32. В Antutu вся эта история убивает около 35 тысяч баллов. Не так много, конечно, но для бюджетного варианта, как звонилки, в принципе, пойдет. Камера на 13 мегапикселя, апертура f1.9. Смотреть батарея на 3300 мАч, помним, что это бюджет. Ну, в принципе, окей, тоже нормально. Но далее мы доходим, друзья, до ценника. 12 тысяч рублей или около 190 долларов стоит какой-то J6+. Samsung, вы вообще, друзья, вы о чем там, друзья? На 425 Snapdragon вы предлагаете нам телефон за 12 тысяч рублей. Есть, друзья, что-то в этом вообще неправильное. Это нехорошо, компания Samsung. Вы должны взять себя в руки и понять, друзья, что вам наступает на пятки просто компании Xiaomi и так далее. Но многие другие компании китайские просто сожрут вас в бюджетном сегменте. Следующая линейка под названием A. Здесь следующие телефоны A6, A6+, A8, A8+, A7, A9. Наверное, вам знакомы телефоны A7, потому что они вышли с тройной камерой, одни из самых первых. И A9, которая вышла с четверной камерой, которая смотрится просто ужаснейшее. Просто вообще я не понимаю, как можно было придумать такой телефон. Телефон поколения A10, A20, A30, A50, A60. Ну, в общем, там есть еще и другие телефоны. A40, A70, A90. Некоторые из них представлены, некоторые из них еще не представлены. Но, в общем, по факту мы имеем, что A10, A20, A30, A50 уже у нас есть в доступе. То есть вы можете их в любой момент купить, протестировать, посмотреть, ну и так далее. Также телефон A70, A90 обещают на Snapdragon, на 670, там на каких-то 710, то есть самых крутых и так далее. Но ценник, наверное, будет просто зашкаливать. Потому что за 670 Snapdragon просит около 30 тысяч рублей. То есть, ну, конечно, это приятно, когда стоит Snapdragon, когда Samsung и все такое. Но когда ценник зашкаливает так сильно, это уже становится неприятно. В общем, давайте разберем один телефон, который, в принципе, друзья, я вам могу рекомендовать к покупке. Если вы любите именно Samsung, это Samsung Galaxy A30. Экран здесь 6,4 дюйма, Full G+, разрешение. И здесь, друзья, Super AMOLED. Это приятно за эту цену, что здесь стоит Super AMOLED. 403 PPI процессор. Здесь, собственно, разработки. Exynos 79.04. Версия есть на 3.32, 4.64. В Antutu убивает приблизительно 107 тысяч баллов. То есть, ну, неплохой такой процессор. Конечно, это не игровой процессор, потому что там стоит Mali. Но если вы не играете, если вам нужно просто пофотографироваться, там, сделать определенные записи, позвонить и так далее, то телефончик действительно будет великолепен. Камера здесь на 16 Мп, апертура f1.7. Батарея на 4000 мАч. Вот это очень хорошо. Спасибо компании Samsung. Начинать ставить большие батарейки, и это очень приятно. Тем более здесь вкупе с Super AMOLED, наверное, она будет вообще жить очень-очень долго. Из фишек здесь USB Type-C присутствует, NFC есть, миниджек присутствует, все великолепно в этом телефоне. И ценник приблизительно 16 тысяч рублей, если вы берете у официалов. Это около 250 долларов. Но где-то на Алиэкспрессе, где-то на распродажах. Плюс-минус вы можете взять этот телефон еще дешевле, то есть в районе 14 с чем-то рублей. И урвать этот телефончик будет великолепно. Потому что здесь собственная оболочка, ну, в принципе, как и у всех Samsung вообще, здесь присутствующих One UI. Далее, друзья, есть такая вот небольшая линейка под названием M. Я не буду ее сильно расписывать. Здесь телефоны M10, M20, M30, но это телефоны не для нашего рынка, поэтому в доступе их у нас нет. Если вам интересно, можете посмотреть обзоры у иностранных блогеров, которые рассказывают про эти телефоны. В принципе, там есть неплохие варианты, в особенности M30. Следующая линейка называется Note. Да, вы все знаете, телефоны Note 8, Note 9. Это новые телефоны. Note 9 действительно хороший, отличный, великолепный телефон, но у него есть один определенный минус. Давайте, кстати, посмотрим параметры этого телефона. Note 9, экран 6,4 дюйма. Раньше это было просто лопата, но сейчас 6,4 дюйма, друзья, это, в принципе, все нормально. Это стандарт. То есть вы понимаете, что Note 9 стал нормальным таким телефоном для 2019 года, хотя раньше он был просто лопатищий. Вот такие времена настали. Здесь Quad HD+, разрешение Super AMOLED и здесь 514 PPI. То есть разрешение в этом телефоне просто сумасшедшее. И хороший большой экран для потребления контента, наверное, будет один из самых лучших телефонов. Процессор здесь, собственно, разработки Exynos 9810, видеоускоритель Mali-G72MP18. В принципе, очень хороший камень, который в Antutu убивает 235 тысяч баллов. И версия здесь на 6,128, то есть сразу 128 гигабайт. Это великолепно на старте начинать вот именно с таких цифр. Камера здесь на 12,2 мегапикселя, апертура f1.5, то есть очень светочувствительная камера, которая будет великолепно и отличные снимки делать. И батареи на 4000 мАч. Друзья, вы видите, наверное, сейчас уже определенную последовательность, да, то есть 4000 мАч, это великолепно. Ну и, конечно, самый большой минус этого телефона, это его цена. Официальная цена его около 71 тысячи рублей. То есть это более тысячи долларов, друзья. И это боль, боль и печаль компании Samsung. Телефон действительно интересный, инновационный. У него есть стилус, то есть вы можете рисовать там различные программулины, сделанные для этого телефона, чтобы вы могли пользоваться стилусом. То есть очень узкоспециализированный, интересный телефон, который подходит под конкретно заточенных людей, которые могут пользоваться только им. И, друзья, допустим, я симпатизирую этому телефону, но 9, если бы у меня были деньги, я бы его себе купил и пользовался, потому что мне вот эта концепция со стилусом очень даже нравится. Но за эту цену просто-напросто я, наверное, на ближайшие 5 лет его себе не возьму. То есть он когда подешевеет, может быть, я осилю этот телефон, но... Следующая линейка, друзья, под названием S. Многим из вас, конечно, она знакомая. Здесь телефоны S8, S8+, S9, S9+. Это телефоны, которые, ну, так сказать, условно постарели уже. И это флагманы, флагманы компании Samsung. Ну и текущие флагманы компании Samsung. Это S10E, S10 и S10+. Цены вы тоже, друзья, видите, начиная от 40 тысяч до 125 тысяч рублей. Просто у меня зашкаливает в голове, когда я вижу эту цифру S10+. Понятно, что там 1 терабайт памяти и все такое. Но ценник 2000 долларов. 2000 долларов у меня просто в голове не укладывается. Каким должен быть телефон, чтобы я купил его себе за 2000 долларов? А на что бы я обратил внимание? Конечно, это дорого. Но я обратил бы ваше внимание на S10E. Экран здесь 5,8 дюймов, Full HD+, разрешение. Это супер AMOLED. И компания Samsung всегда почти что ставит AMOLED. Даже в некоторые бюджетные телефоны они ставят AMOLED. И это приятно. Но, в принципе, они их и разрабатывают. У них есть открытый доступ к этим AMOLED. 435 ppi. Процессор здесь, собственно, на разработке новый. Exynos 9820. Версия на 6128. То есть, очень хорошее. И в Antutu убивает он действительно очень много. 340 тысяч баллов. То есть, действительно, очень тянучий, очень хороший и великолепный процессор. Видеоускоритель будет уступать конкурентам от компании Qualcomm. Но, в целом, друзья, этого процессора вам хватит просто за глаза для всех задач и даже поиграться. И габариты. Мне кажется, один из самых интересных моментов это габариты. Потому что 2019 год уходит от компактных телефонов. По сути, нам представляет компактный телефон и только супер большие бренды. Huawei, Samsung и Apple. Смотрите, габариты 69,9 на 142,2. То есть, это действительно очень, очень компактный телефон для 2019 года. Один из самых компактных телефонов. Основная камера на 12 мегапикселей. Апертура f1.5. То есть, очень светочувствительная оптика. И батарея на 3010 мАч. Не такая большая, но, в принципе, вкупе с Super AMOLED-ом, наверное, будет, в принципе, ничего. Потому что Exynos тоже разработанный. По 8-минутровому техпроцессу кушает батарейщику не так сильно. Ну и цена. Конечно, цена это боль и печаль. Около 57 тысяч рублей. То есть, чуть меньше тысячи долларов это стоит в телефон. И знаменитая капля или же дырочка вот в самом экране. Кому-то нравится, кому-то нет. Кто-то вообще на это не обращает внимания. Но, что имеем, друзья, то имеем. Ну и также я обратил бы ваше внимание на Samsung Galaxy S10. Это основной флагман. В китайской версии вы можете взять его на 855 Snapdragon с двумя симками. И это будет русскоязычная версия. Раздобыть такую версию не совсем легко. Но, друзья, проходите на мой Telegram-канал. Как только появится эта версия, я обязательно скину ссылочки на этот Telegram-канал. Там подписывайтесь на него. И там, в принципе, есть актуальные цены на другие телефоны, скидки, купоны и все-все-все такое, друзья. Так что, если вам не безразлична судьба этого канала, то обязательно тоже подписывайтесь и на Telegram-канал. Ну и давайте проанализируем всю нашу линейку компании Samsung. Значит, J это, так сказать, бюджетные телефоны. Линейка A, мне кажется, это самая интересная и доступная линейка. Здесь есть A30, A50. В принципе, неплохие телефоны. Если цена на них понизится, то вообще будет великолепно и супер. Линейка M это не для нас. Линейка Note здесь тоже, в принципе, интересные такие телефоны. И линейку S мы только что, друзья, с вами рассмотрели. Если вам интересна такая идея рассматривать линейки телефонов, то пишите обязательно в комментариях, друзья. С вами был я, Эдскрайбер. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Ставьте лайк этому видео. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok